Доброго времени суток, уважаемые любители шахмат! В этом видео мы с вами рассмотрим очень интересную и по-настоящему драматичную партию, которая состоялась в рамках финала женского Кубка мира, проходящего в эти дни в Сочи. В этом поединке встретились две Александры – Горячкина и Костенюк. Победив на пути к финалу множество сильных соперниц, эти две российские шахматистки должны выяснить, кто же из них сильнее. Победительница заберет Кубок мира. Эта партия длилась более пяти часов и отняла у соперниц колоссальное количество энергии. Надеюсь, что этот обзор будет покороче, но он, как и все другие видео на канале Шахматы для всех, предназначен прежде всего для шахматистов, которые стараются прогрессировать, улучшать свое понимание шахмат и уровень игры. Именно для такой аудитории это видео будет интересным и информативным, остальным же оно покажется скучным и затянутым. Разбираемая партия очень сложна. В ней было все. И интересная трактовка каталонского начала в дебюте, и тактические осложнения в миттельшпиле, и удивительный эншпиль с одноцветными слонами при ладьях, таящий в себе множество тонкостей. Итак, в путь. Александра Горячкина начала партию ходом d4. Александра Костенюк ответила конь f6. c4 e6 g3 и на d5 слон g2. Белые разыграли каталонское начало. После dc конь f3 a6. Черные намереваются сыграть b7 b5, подкрепляя пешку c4. Самым принципиальным за белых здесь является ход конь e5 с целью сразу же отыграть пожертвованную пешку. Но Горячкина не спешит. Она делает рокировку и после хода конь c6 неожиданно ставит слона на e3. Это очень редкий ход для шахматистов и шахматисток высокого уровня. Чаще всего на e3 ставили пешку. Это более естественное продолжение. Многие играющие белыми также выводили коня на c3. Ну а после слон e3 очень хочется напасть на эту фигуру. После конь d5 следует ферзь c1. Взятие на e3, ферзь e3. Черные ставят слона на e7. Ладья c1 2 0, ладья бьет c4. Очень неожиданный маневр ладьи. Обычно пешку c4 отыгрывает один из белых коней. А сейчас белые сочетают отыгрыш материала с давлением по полуоткрытой вертикали c. Слон d7 играет Костенюк, a3, имея в виду продвижение b4. Черные ограничивают возможности соперницы, играя a5. Конь bd2 и Костенюк зажимает ферзевый фланг ходом a4. Конь e5. После размена коней пешку b7, которая попала под удар белого слона, защитить без ослабления позиции не так-то просто. Поэтому Александра Костенюк решила не меняться, отвела коня на a5, напав на ладью и при этом защитив пешку b7. Ладья c2, слон b5 и ладья e1. Интересный ход, который освобождает ферзя от обязанностей защиты пешки e2. Ладья a6 играют черные. Их ладья тоже идет по весьма замысловатому маршруту на d6 и далее атака пешки d4. Горячкина берет под контроль поле g5 ходом h4 и после ладья d6 играет ферзь c3, нападая на пешку и коня a5. Черные одним ходом сразу же защищаются от двух угроз и белые в конце концов ставят пешку на e3. Последствия дебюта достаточно благоприятны для белых. Несмотря на наличие у черных двух слонов, у белых сильная позиция в центре и перевес в пространстве. Возможности полностью уравнять позицию у черных нет. Одним из лучших продолжений является ферзь b6. Этот ход кардинально ничего не меняет и позволяет белым наращивать инициативу либо продвижением пешки на королевском фланге с дальнейшим h6 либо на ферзевом. Играем b4, вынуждая взять на проходе. Далее ладья b2, забираем на b3 и давим по вертикалям b и c. Но черные здесь избрали весьма сомнительный план, который в конце концов привел к потере пешки. Костенюк играет f6, нападая на коня. Тот отходит на f3. Еще не поздно было остановиться, сделать, например, ход b6, который существенным образом не ослабляет позицию. Но сказав а, черные говорят и b, продвигая пешку на e5. Конечно, брать на e5 плохо, потому что последуют ладья d3 и белый ферзь пойман. Но ведь пешка d4 достаточным образом защищена и белые совершенно не обязаны реагировать на продвижение черной пешки e. Здесь Александра Горячкина умело наращивает инициативу и в конце концов выигрывает пешку. Она играет b4, нападая на коня. Черные вынуждены взять на проходе. После конь бьет b3. Размен фигур и шах. Король h8, a4. Еще одно нападение. Слон отходит на a6. Взятие на e5. Сейчас ход ладья d3 не создает серьезных угроз. Черные сделали этот ход. Но после ладья c3, размена на этом поле, fe ферзь бьет e5, белые вышли из осложнений с лишней пешкой. Перевес Александры Горячкиной очевиден. У нее мощная позиция на королевском фланге, возможности атаки на черного короля. А у черных по-прежнему два слона и проходная пешка по вертикали c. Но пока что она не составляет большой проблемы для белых. Но Александра Костенюк все равно играет c5, h5 играет Горячкина. Конечно, тормозить продвижение крайней пешки белых ходом h6 не очень-то хочется. Сильно ослабляются белые поля. Поэтому Костенюк развивает свою игру на ферзевом фланге, далее продвигая свою проходную пешку. Белые двигают свою пешку, создавая угрозу мата. Слон f6, взятие с шахом, слон бьет g7 и ферзь h5. Очевидно, следующим ходом будет конь g5. Поэтому Костенюк ставит ферзя на f6, присматриваясь к пешке f2. Но Александра Костенюк рассчитала варианты и пожертвовала эту пешку, играя конь g5. Ферзь f2, король h2. Конечно, ладья белых неуязвима, так как угрожает мат в один ход. Если сразу сыграть h6, то белые ставят ладью на f1 и после взятия на e3 играют конь f7. Если отойти на g8, то последует слон d5 и белые буквально расстреливают короля соперника. Если сыграть король h7, то шах слон e4, завлечение ферзя, конь g5 вилка и на король h8 бьем ладью с шахом, забираем ферзя и белые побеждают. Поэтому остается отдать качество на f7. Белые забирают c3, слон d5. Угрожает мат, ферзь e2 шах, ладья f2 и черным впору сдаваться. Поэтому здесь Александра Костенюк от мата защитилась ходом ферзь c2. Но e4, перекрытие. Белые вновь угрожают взятием пешки. Черные вынуждены играть h6. До этого момента Александра Горячкина блестяще вела партию и здесь имела отличный шанс сразу же закончить борьбу в свою пользу. В этот момент у Горячкиной было 16 минут на часах, у Костенюк 15. То есть было время для того, чтобы рассчитать варианты и найти выигрывающий ход ладья d1. Подключение ладьи решает дело. Если черные играют c3, то следует ферзь g6 с угрозой мата. После взятия коня ладья d7. Угрожает ферзь g7 и защиты у черных нет. После ладья g8, ферзь h5 и мат следующим ходом. Поэтому черным нужно защищать королевский фланг. Сделать это с помощью абсолютно ограниченного в своих действиях белопольного слона не удается, поэтому надежда на ферзя. Нужно его ставить на b2, защищая слона. Но e5. Еще одно отличное перекрытие и в то же время завлечение. Брать слоном пешку плохо, ввиду ферзя h6 и мат следующим ходом. А если забрать ферзем, то вилка коня f7. Бьем. И здесь не взятие ладьи, а ладья d8. Если пойти король h7, то уже забираем на f7, продолжая атаку. Если же пойти ладья f8, то бьем ладью с шахом. Забираем и теряется ферзь. Вот такой не очень сложный вариант. Все-таки логика диктует нам подключение белой ладьи к атаке. Но Александра Горячкина решила пока что обойтись теми фигурами, которые сейчас стоят активно. И сделала неверный шах. Конь f7. Черные играют король g8. Конь белых сейчас находится под боем. Но идея Горячкина и состоит в том, чтобы путем ферзь d5 угрожать вскрытым, а то и двойным шахом. Естественно, конь неуязвим. В случае его взятия следует ладья f1. И белые забирают качество. Но у черных есть два весьма неплохих хода. Одним из которых было ферзь d3. После конь h6. Двойной шах. Король h7. Конь f5. Черные играют c3. Их слоновая пешка на ферзьевом фланге становится еще сильнее. Забираем на g7. Бьем на d5. Король g7. Ладья c1. Нападая на важную пешку. Ладья f2. Бьем. Ладья a2. Ладья c1. Ладья бьет a4. Здесь белые вряд ли сумеют реализовать свою лишнюю пешку. И объективным результатом является ничья. Но это вариант на отбой за черных. А Александра Костенюк играет более сильно и остро. Ставя пешку на c3. Совсем недавно она стояла на поле c6 и совершенно не представляла никакой опасности для белых. А сейчас, поддержанная ферзем и двумя слонами, того и гляди проскочит в ферзи. Критический момент партии. Александра Горячкина тратила драгоценные минуты в поиске выигрыша. Но его не находилось. Очень хочется отскочить конем. Но куда? Ход g5 шаг победы не давал. Король h8. Играли черные. Если тут пойти конь e6 вилка, то черные ставят ладью на f2, нападая на слона. А на коне f4 жертвуют качество и играют в ферзи в 2. Двойной удар. Белым в избежании худшего лучше пойти в ферзи в 5, отдав ладью, форсируя ничью вечным шахом. Но после короля h8 можно было вернуться конем. И если черные не согласны на повторение позиции, то должны играть король h7. Далее белые играют e5. Имея в виду в определенный момент подключение белопольного слона, который пока что связан. Ну и конечно продвигают вперед перспективную проходную пешку, поддержанную ладьей. Черные играют ферзь d2, e6. Взятие на e1, слон e4 шаг. Король g8. В этом варианте белые жертвуют ладью, но форсируют ничью. Конь h6. Оказывается, что конь неуязвим. В случае его взятия следует вскрытый шах e7. И на король g7 точный ход ферзь e5. После ладья f6, e8 ферзь. И у черных ничего нет. На шах следует слон g2. У белых решающий материальный перевес. Поэтому объективно лучшим является, конечно, король h8. Повторение позиции и итоговая ничья. Таким образом, ход конь g5 в этом положении не приводил к победе белых. Поэтому Александра Горячкина дала двойной шаг, забрав пешку. Король h7. В этой сложнейшей и запутанной позиции у белых оставалось 6 минут. У черных 8. Всего два хода до контроля. Атакованным конем нужно отходить. Но куда? Лучше было конь g4. После слона f1 с нападением на слона, белые могли форсировать ничью. Ферзь h5, король g8, ферзь d5, король h8, ферзь h5. Если же белые хотят побороться за победу, то могут сыграть конь e3. На ферзь f2 бьем на f1, ферзь e3, забираем на f8, e5. И эта довольно интересная позиция с разноцветными слонами при ферзях равна. Но вместо того, чтобы сыграть конь g4, Горячкина ставит коня обратно на f7. В поисках упущенного выигрыша молодая российская шахматистка перегибает палку. И ее позиция постепенно ухудшается. В этом положении Костенюк могла сыграть ферзь d2. Но избрала другое решение, поставив ферзя на f2. Это двойной удар. И в этом положении на 40-м ходу Александра Горячкина допускает еще одну, очень серьезную ошибку. Ей нужно было сыграть ферзь h5 шах. Король g8, далее конь h6. И после взятия забираем ферзем. Понятно, что в случае взятия ладьи белые форсируют ничью вечным шахом. Поэтому лучше ладья f6. Но тогда ферзь h4, продолжая держать ладью под нападением, эта позиция равная. Александра Горячкина ошибается, играя конь g5. Черные выскакивают королем на g6. Контроль пройден, время подумать есть, но позиция у белых очень плохая. Цейтнотными ходами Горячкина успела настолько ее испортить, что тут нет не то, что выигрыша за белых, но и ничьей. Но это, конечно, при лучших ответах черных. А никто не гарантирует, что они последуют. После определенных раздумий Александра Горячкина отошла атакованной ладьей на h1. Здесь в распоряжении черных был довольно неплохой и очень логичный ресурс. Дальнейшее продвижение пешки c. Лучшим было c2. После конь h3 с нападением на ферзя, тот отходит на e3, беря под контроль поле c1. Белая дают шах, король h7, e5. И здесь лучше не сразу продвигать пешку c. Там в вариантах весьма опасной становилась белая пешка. В какой-то момент выпрыгивал слон на e4. А сыграть сначала слон c4, тормозя продвижение белой проходной и сохраняя угрозу c1 ферзь. Так черные получали выигранную позицию. Но Александра Костенюк тоже ошибается. И сразу предлагает переход в окончание, играя ферзь d4. Белые не против. Ставят коня на h3, ведь создавалась угроза взятия на d5 и взятия на g5. Происходит размен на d5. Белая проходная на один шаг ближе к цели, но уже по вертикали d. Слон h6, играют черные, ладья e1. И слон d3. Белопольный слон черных явно застоялся на a6. И сейчас активно включается в борьбу. Он помогает своему чернопольному собрату в поддержании проходной пешки c. Но Александра Горячкина находит сильнейшее решение. Она ставит коня на f4. Наконец-то эта фигура белых проявляет себя с лучшей стороны, объявляя вилку. Черные должны забрать коня. Довольно интересным было взятие ладьей, но этот вариант не приносил черным победы. После взятия слона f4, король g1, c2, вот-вот черные выиграют фигуру, но теряют все свои пешки. После d6, c1 ферзь, забираем, слон бьет b7. И здесь у черных, конечно, нет абсолютно никаких шансов победить. Поэтому коня забираем слоном, gf. Начинается заключительный акт этой драмы, интереснейшее окончание с одноцветными слонами при ладьях. В этой позиции черные могли сыграть ладья d8. Но белые сразу же упрощали положение, играя слон e4. После взятия ладья бьет e4, уничтожается пешка d5, ладья c4, ладья d3. И это абсолютно равное ладейное окончание. Поэтому Александра Костенюк, борясь за победу, забирает пешку f4, не давая белым разменять слонов. Пешка a4 под боем. Как же продолжать белым? Продвигать ее вперед или двигать проходную? Лучшим все-таки было a5. Таким образом, белые не только уводили из-под боя свою крайнюю пешку, но и обеспечивали уничтожение пешки b7 с помощью слона. Далее, очень интересный и поучительный вариант. c2 играют черные d6, нападая на пешку. В этой позиции в распоряжении черных был интересный маневр слон e2, с целью сыграть потом слон d1, перекрывая первую линию. Ну а слона, понятно, брать нельзя, так как появится ферзь. Далее, белые играют d7, хотя, конечно, вполне возможно было пойти ладья c1, но это более идейное и активное продолжение. Черные ставят ладью на d4 по тарашу и слон e4 шах. Здесь мы с вами видим двух слонов камикадзе, жизнедеятельность которых поддерживается соответствующими проходными пешками. В дальнейших вариантах этого запутанного окончания мы с вами нередко будем видеть, что слоны будут становиться под бой других фигур. После короля f6 взятие на c2, слон g4, черные уничтожают белую пешку и получается ничья. Но, конечно, после d6 не обязательно играть слон e2, можно просто пойти ладья f7, имея в виду указанный маневр. Но белые играют a6, после взятия слоном следует тот же ход слон e4 и белые уничтожают важную проходную пешку соперника. Поэтому нужно брать пешкой, но слон c6, имея в виду продвижение d7, ладья f4, d7 ладья d4 и знакомый маневр слон a4. Слон белых, становясь под удар черной ладьи, совершенно не опасается за свою жизнь по причине превращения пешки в ферзи. Пешка c2 никуда не идет, белая надежно ее контролирует и при этом еще и блокирует проходную пешку a все тем же слоном. Черный король по линии e отрезан от ферзьевого фланга. Мы с вами на доске видим ничейную стойку. Но вместо того, чтобы сыграть a5, Горячкина пошла d6. Взяли на a4, слон бьет b7. До ничей, казалось бы, рукой подать. На доске абсолютно равное материальное соотношение, но тонкости еще далеко не исчерпаны. Дело в том, что проходная пешка черных может быть легко поддержана слоном, а вот белая пешка этим похвастать не может, потому что после ладья d4 черные уже готовы ее уничтожить. Король g3 играет Горячкина. Оказывается, что сразу брать на d6 плохо. Так черные утрачивали все шансы победить в этой партии. Белая подтягивали короля. c2 ладья c1. Король f5, король e3. Король e5. Слон c6. Еще один слон камикадзе. Понятно, что в случае его взятия уничтожается слон d3, и там простая ничья. Ну а если отойти слоном, то белый слон перескакивает на a4, и белые в конце концов уничтожают пешку c. Поэтому Александра Костенюк не спешит брать на d6, а играет слон f5. В этом положении в распоряжении белых было несколько неплохих продолжений. Одним из них был ход ладья c1. Нападением на пешку белые вызывают ход c2 и играют d7. Еще одна перегрузка. Конечно, брать слоном плохо, по той причине, что теряется пешка c2. Если пойти король f7, пока что не забирая пешку слоном, и имея в виду взять ее королем, то белые играют слон c6 на король e7, ладья e1, шах. Далее слон e6, ладья c1, слон b3, ладья e1. Белые вроде бы форсируют ничью, но черные могут себе позволить сыграть король d8. После шаха король c7, ладья c8, король b6, и еще один классный ход, слон e4. В который раз белый слон становится под удар черной ладьи, но брать его нельзя ввиду d8 ферзь. Поэтому нужно брать не слона, а пешку, но и белые тоже забирают пешку. Это ничья. После d7, конечно, можно играть не король f7, а сразу забрать пешку ладьей, нападая на слона. Но тот дает сдачи, играя слон c8. Ладья d3 шах, король f4, бьем на c8, ладья бьет c2. В итоге получилось известнейшее в теории эншпиля окончание ладья со слоном против ладьи. Как известно, в большинстве случаев такое окончание ничейно. Но квалифицированные игроки, которые, конечно, знают, как делать ничью в этой партии, прекрасно представляют, насколько сложно доказать эту теорему в условиях практической игры. Поэтому этого окончания за слабейшую сторону стараются по возможности избегать. В нашей же партии Александра Горячкина сразу сыграла слон f3, видя, что пешке d6 она помочь не в состоянии. c2 играют черные, ладья c1, король f6. Белая подтягивает своего короля, король e5. Одна из ключевых позиций этой партии. В данном положении Александра Горячкина могла перейти к указанному выше окончанию путем король e1. После взятия пешки d6 следовало слон d1. После взятия слона ладья d1, ладья черных отходит и эта позиция тоже в теории является ничьей. Хотя, конечно, Александра Костенюк не отказала бы себе в удовольствии еще 50 ходов проверять соперницу. Также в распоряжении белых был другой путь к этому окончанию. d7, перегрузка слона. Забираем ладьей, слон g4. И вновь отвлечение ладья бьет c2 и на доске искомый эншпиль. Но Александра Горячкина совершает ошибку. Она делает естественный ход король e3, который при ближайшем рассмотрении оказывается очень большой оплошностью. Ладья d3 играет Костенюк. После ладья бьет d6 сыграть слон d1 мешает белый король. Правда, если бы мы с вами играли не в шахматы, а в шатранж, то Алфил, он же слон, мог бы сделать ход слон d1. Интересующиеся историей шахмат прекрасно знают, что в этом первоначальном виде нашей игры Алфил ходил по диагонали через клетку, причем мог прыгать через фигуры как конь. Но мы все-таки с вами играем в шахматы, поэтому ход слон d1 невозможен. И белые играют король e1, возобновляя идею слон d1, по сути, потеряв важный темп. Здесь Александра Костенюк стояла перед выбором сыграть король d4 либо король f4. По сути, эти ходы примерно равноценны, но имеют несколько иную смысловую нагрузку. Играя король f4, мы нападаем на слона и форсируем переход на e3. А вот ход король d4, сделанный в партии, показывает, что черные в определенный момент готовы сыграть король c3 и атаковать ладью с поля b2. Здесь очень интересный вариант. Белые могли сыграть слон g4, пытаясь отвлечь слона. Конечно, брать слона плохо, следует ладья c2 с теоретически ничейной позицией. Поэтому черным лучше отойти слоном вдоль диагонали b1 h7. Неплохо слон d3, хотя и другие ходы не упускают победы. Здесь ход слон d1 наталкивается на ладья h6 и после взятия шах король d2 снова шах. Если пойти король e1, то слон bc2 и этот эншпиль уже выигран для черных, потому что белые находятся в цукцванге. Ни король, ни ладья не могут сделать ни одного хода без угрозы уничтожения тяжелой фигуры белых. Поэтому лучше пойти король d1, но король e3. Черные просто зажимают фигуры соперника. После взятия на d3 получается одна из позиций, в которых ладья проигрывает против ладьи. Но наиболее упорным решением за белых является не слон d1, а король d2. В этом случае Александре Костенюк пришлось бы преодолеть немало подводных рифов на пути к победе. Ладья h6 играют черные слон e2, ладья h2 и ладья e1. Черные играют ладья g2 и ставят соперницу в положение цукцванга. Так или иначе выигрывается слон. Король c1, взятие на e2 слоном король c2 и единственный выигрывающий ход слон c4 шах. Король c1 и ладья a2. Только этот ход позволяет черным добиться прогресса. Король b1 играют белые ладья d2 король c1 и король c3. После шаха слон d3 ладья уходит на седьмую линию ладья a2 с угрозой мата. После шаха перекрытие король b1 ладья e2 и черные в конце концов побеждают. Но в нашей партии Александра Горячкина утомленная долгой борьбой сделала очевидный ход слон d1 и черные пошли король e3. Оказывается что уничтожение пешки c2 к которому белые стремились на протяжении нескольких последних ходов не приносило ничьей. Здесь черные выигрывают с помощью единственного хода ладья g6. Упускает победу ладья h6 потому что белые играют король f1 шах король g2 уничтожаем ладью но белые забирают на f5 и это окончание ничейно. Черные не могут скоординировать действия своих фигур чтобы угрожать матом королю белых либо поймать слона. Поэтому после слона c2 лучше сыграть ладья g6 угрожая ладья g1 и здесь ход король f1 не спасает потому что есть слона штрих шах и мат следующим ходом. Видя этот несложный вариант Александра Горячкина решила забрать пешку ладьей после взятия слона c2. Получилось теоретически ничейное соотношение сил но конкретно эта позиция для белых проиграна по причине очень неудачного положения их короля на первой горизонтали. Находясь на начальной позиции король белых не находит покоя. В этом положении лучшим решением за черных было немедленная ладья a6 с угрозой мата. Белые не могут избежать неприятностей. После короля f1 следует шах и связка слона. Но вместо того, чтобы сразу сыграть ладья a6 Александра Костенюк пошла ладья d2. Этот ход не упускает победы. Мы с вами чуть-чуть попозже вернемся к позиции с возможностью ладья a6 и Александра Костенюк этот ход найдет. Слон f5 ладья f2 нападение снова нападение на слона. Идея игры черных заключается в том, чтобы нападая на слона в конце концов выйти на мат белому королю. Например, после слон c4 эта идея реализуется. Ладья c6 слон b3 шах и белая в цукцванге после ладья b1 теряется слон. Поэтому Александра Горячкина до конца оказывая сопротивление играет слон d5 после нападения на слона отходит на b3 ладья b6 слон c2 ладья b1 не получается но есть все тот же ход ладья a6 твердой рукой Александра Костенюк сделала этот выигрывающий ход и Александра Горячкина сдалась. Вот такой титанической очень интересной и по-настоящему драматической получилась эта партия. По ходу борьбы Александра Горячкина имела прекрасные шансы закончить поединок прямой матовой атакой но упустив свою возможность в конце концов потеряла шансы даже на ничью. А Александра Костенюк проявила всю свою волю и умение прошла через проигранную позицию и в конце концов дожала молодую соперницу в Эншпиле. Если это видео вам понравилось не забывайте ставить лайки подписывайтесь на канал шахматы для всех оставляйте свои комментарии очень много уходит сил на анализ подобных партий на запись монтаж этих видео поэтому ваша положительная а может и отрицательная реакция в виде лайков и дизлайков очень желательно. Большое спасибо за внимание до свидания.